О том, как события происходят прямо сейчас, можем поговорить с нашим следующим гостем. Да, и что, у нас на связи Роман Тихончук, глава администрации Евпатории. Доброе утро. Доброе утро, Михаил. Насколько нам известно, прямо сейчас в администрации проходит подготовка к празднованию 9 мая, но в специфических условиях. Не могли бы рассказать поподробнее, что делается? Вы знаете, да, что, к сожалению, в этом году мы праздник 75-ю годовщину со дня Великой Победы проведем в непривычном для нашего народа формате. Но, как сказал наш президент, праздник не отменяется, праздник просто переносится во времени. Я очень уверен и надеюсь на то, что в ближайшие месяцы, когда закончится пандемия, когда будут ограничительные мероприятия сняты, мы сможем с размахом, который присущ нашей русской душе, отметить Великий Праздник, День Великой Победы. Ну а на сегодняшний день, в любом случае, Евпатория готовится к празднику. Мы готовимся еще с апреля месяца. Мы украсили, ановили... Да, ну связь у нас немножко прерывается. Мы, скажем так, георгиевские ленты повязали. Мы сделали большую георгиевскую ленту, ну вот, что знаково в этом году, на девятиэтажке, возле нашей Красной Горки. Позавчера я повязал георгиевскую ленту на руке десантника, на памятнике десантника, въезд в город. Много выставлено инициаций не только в Евпатории, но и в наших поселках, в Новоозерном, в Мирном, в Зоозерное. Ну, сегодня, завтра, послезавтра будем поздравлять наших ветеранов, будем для них организовывать поздравления с Духовым оркестром. Ну, то есть, в любом случае, все, что сегодня нам позволяют делать указ главы республики, ограничительные меры, то есть, с соблюдением всех ограничительных мер, мы отпразднуем День Великой Победы в нашем городе. Ну, что же, действительно видно, что в актуальных нынешних условиях делается не только все возможное, но и подготовка идет полным ходом в условиях ограничений. Большое вам спасибо. Да, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.